Привет, мои биатлонные друзья! Так, сегодня у нас в Норвегии завершились гонки-преследования. Пора подвести их итоги. Ну, во-первых, Анастасия Кузьмина сегодня просто шокировала невероятно чистой стрельбой. 4 нуля на четырех огневых рубежах. И при этом сверхуверенная победа с огромным отрывом более одной минуты. И все это напомнило как-то концовки сезона Кайса Маккерайнин также проехала с четырьмя нулями на соревнованиях и на Кубке мира, и в Тюмени. В общем, ударно завершила концовку сезона. Когда есть уверенность в своих силах, есть уверенность в ходе, то легче и работает с огневым рубежем. В этом плане удивительно, что при таком полном штиле никому из россиянок, даже таким признанным снайперам, как Виктория Сливко и Лариса Куклина, не удалось отстрелять на ноль. Не удалось это сделать и Юрловой Перхт и Мироновой, прежде всего, из-за проблем на стойке. Ну, причем, если говорить о Светлане, то три на последнем огневом рубеже, конечно, в такую погоду это непростительно. То есть, пока четыре рубежа это для нее много. На четыре рубежа ее не хватает, хотя, тем не менее, по ходу Света на уровне десятки лучших, и весь сезон она действительно бегает стабильно. И является самой быстрой спортсменкой у нас в команде. Ну, Юрлова Перхт тоже выступила достаточно стабильно, пока, конечно, ей было тяжеловато в этой гонке. Но, с другой стороны, в общем зачете она вошла уже в топ-15, поэтому завтра и Юрлова, и Миронова побегут заключительную гонку этого сезона. У мужчин отобрался по очкам этапов Холмин-Колени Матвей Елисеев, Логинов и Гараничев сделали это по общему зачету. И, в общем-то, сегодня тоже была такая интересная борьба, братский дубль. Понравилось, как Юханес Бео ждал своего брата на финише с норвезским флагом, как салютовал болельщикам. Вот все-таки у этого спортсмена есть какой-то позитив в его настрое, в его поведении. Поэтому то, что он устанавливает очередной рекорд, 15 побед на сезон, бьет достижение Фуркада, оставляет далеко позади Бьерн Даллена, то хочется за него и порадоваться. Тем более, что модель поведения у него совершенно отличная от предшественника. Если Фуркад все время бил себя в грудь, чуть ли не пяткой, совершал какие-то непонятные финиши с пироэтами, пытаясь показать свою исключительность и ничтожность всех остальных, то Юханес этим не занимается, таким дешевым пиаром. И, в общем-то, его победы не вызывают у соперников каких-то негативных эмоций в связи с этим. Поэтому, в общем-то, прекрасный сезон и Кубок Мира спустя 8 лет возвращается в Норвегию, в семью Бео. И приятно, что и брат оказался с ним рядом на подиуме. Конечно, в этой гонке больше всего мы следили за продвижениями Александра Логинова и Кентена Фиона Мае. Оба претендента на второе место в общем зачете, к сожалению, не могут занести себе эту гонку в актив. Но на финише Александр проиграл обидные 0,5 секунды французу. И поэтому, в общем-то, завтра будет горячая борьба за второе место. К тому же мог ему помочь Матвей Елисеев. У него был реальный шанс повторить свой лучший результат в карьере, если бы он сохранил до финиша свою шестую позицию после заключительного огневого рубежа. Но у Матвея в который раз уже не хватило сил на финишный рывок. Он пропустил вперед трех соперников. И что немаловажно, среди них был Симон де Тьо. Это второй француз, который преследует Александра Логинова и может обойти его в борьбе за призовое место в общем зачете Кубка мира. На самом деле, мне непонятно, почему Александр говорит, что там не следит за общим зачетом. Это не так важно для него. На самом деле, это очень важная цель. Быть вторым в мире после такого великого спортсмена, как Юханас. Это на самом деле очень круто. Это гораздо более круто, чем завоевать какую-то серебряную медаль на чемпионате мира. Ну, к примеру, Влада Ильев тоже завоевал серебряную медаль. Но его что, можно ставить в один ряд с лучшими? А вот финишировать в долгой гонке после Юханаса, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому хотелось бы, чтобы Александр продолжал борьбу до последнего. Тем более, задача его достаточно проста на завтра. Там, если вычесть еще дополнительные очки за вторую из худших гонок, то получается, что у Логинова преимущество всего два очка над Контенном Фионом Майе. И поэтому задача предельно проста. Нужно обогнать француза, финишировать раньше него. Или, в крайнем случае, если речь идет о борьбе за места ниже пятнадцатого, то проиграть ему не более одной позиции. То есть, просто нужно выступить лучше, чем твой главный соперник. В этом ничего сложного нет. У женщин также еще сохраняется интрига. Доротея Вирер рано вручать большой хрустальный глобус. Именно из этих пресловутых вычетов, которых у Лизы Витоци после этого провала не будет, а у Дора будут. Поэтому и Лиза сохраняет теоретические шансы, и Настя Кузьмина их сохраняет в случае победы и не попадания Вирера, например, в первую двадцатку. Но, с другой стороны, финиш верхней части протокола Доротея гарантирует на все 100% завоевание большого хрустального глобуса. Поэтому все в ее руках, и даже в текущей не самой лучшей форме она способна решить эту задачу и впервые, в общем-то, выиграть Кубок Мира. Завтра закрытие сезона. Будем смотреть, следить за масс-стартами. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал, тогда ваш стакан будет всегда полным. Субтитры сделал DimaTorzok